Здравствуйте! Я, Лилия Тинива, буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. Выставка «Поставщики двора Его Императорского Величества» предстала перед взором зрителей и нашей съемочной группы. Вечер памяти «Музыка его души», посвященный заслуженному артисту России Владимиру Львашову, прошел в Щелковском драмтеатре. Театральная весна снова собрала творческие коллективы района. В художественной галерее открылась выставка «Словакия глазами художников». Весь мир театр. Кто автор? Строг расспросим в культ просвете. В Доме Российского Исторического Общества открылась выставка «Поставщики двора Его Императорского Величества» о напитках и сладостях, которые подавались на царские обеды и ужины. Среди экспонатов нераспечатанные коробки с печеньем и конфетами столетней давности от Алексея Абрикосова и коньяк от Шустова с сыновьями. Чем угощались зенатные особы в дореволюционной России? Марки каких производителей предпочитали? В Доме Российского Исторического Общества открылась выставка «Поставщики двора Его Императорского Величества». Пасхальные яйца, нераспечатанные жестяные коробки конфет – подлинные напитки для императоров и великих князей. Выставка рассказывает о судьбе выдающихся представителей дореволюционного кондитерского и винного производства. Проект организован Российским Историческим Обществом совместно со Всероссийской Общественной Организацией «Деловая Россия». Посетил выставку и председатель Российского Исторического Общества, председатель Совета Фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин. Институт поставщиков двора явился такой важной и заметной вехой в истории развития отечественных предпринимателей. Ну и нынешние наши современники, предприниматели тоже пишут свои, я уверен, яркие страницы в развитии российского предпринимательства. Для нас предпринимателей, которые, прежде всего, делают свои дела, создают свои предприятия, так скажем, на земле, реальные производства, мы немного зависим от сырья, мы больше зависим от того труда, который мы прикладываем, прикладывают наши работники. И те примеры, которые были в истории нашей страны, они вдохновляют на то, чтобы делать это дело с большим усердием, с большей инициативой, с большей энергией. Звучали на выставке такие имена поставщиков двора его императорского величества, как братья Алексеевы Бекман и Ко Жорж Борман. Стать поставщиком товаров для царя было непросто. Кандидату нужно было за 8 лет испытательного срока доказать достоинство своего товара. Многие бренды стали знаменитыми благодаря тому, что их качество оценил император и его семья. Звание придворного поставщика и форма знака были введены в начале царствования императора Александра II в 1856 году. С 1862 года избранным фабрикантом, художником и ремесленником разрешается употреблять государственный герб на своих вывесках и изделиях. Всего порядка 140 поставщиков, которым давали этот титул за только безупречную службу российской герберии, только за качественную продукцию. И поэтому в нашей выставке сегодня мы представляем кондитерское дело из самых знаменитых кондитеров, которые увековечили свою память, свою историю. А кроме всего прочего, представлено второе направление выставки – это «Пятейное дело России». И на выставке представлены имена, начиная от Петра Арсеньевича Смирнова, это водочный король России, Шустова, до малоизвестных имен, которые забыты, но которые внесли большой очень вклад в историю предпринимательства. Так известнейшими поставщиками было товарищество Абрикосово и Сыновей от одной из старейших московских предприятий. Сейчас кондитерская фабрика имени Бабаева. В 1804 году бывший крепостной Степан Николаев по прозвищу Абрикосов появился в Москве, где основал кондитерское заведение. Товарищество стало поставщиком двора его императорского величества в 1899 году. Особое внимание Абрикосов уделял рекламе. Только в 1891 году на нее было потрачено 300 тысяч рублей. Кондитер заполонил своими листовками весь город. А вот Николай Леонтьевич Шустав добивался этого звания в общей сложности 38 лет. Он вошел в историю как создатель русского коньяка высшего качества. За 20 лет службы предприниматель скопил состояние, позволившее ему открыть небольшой водочный завод. В 1880 году он купил участок земли на Большой Садовой, куда перевел свое предприятие. К концу 19 века ассортимент продукции стал отличаться разнообразием. Зубровка, мандариновая наливка, кавказский горный травник, ликеры русских степных трав и крымский. Уникальный взгляд Шуставых на продвижение своей продукции перевернул сознание российского потребительского рынка 19 века. До него рекламодатели обращались к обществу как просители. Шустав же научил сыновей требовать. Очень интересна в данном контексте история шуставской водки. Николай Леонтьевич нашел нескольких студентов, которые за хорошую плату ходили по кабакам и требовали везде подать именно шуставскую водку. Такой интересный и неординарный рекламный ход за короткое время заставил всех московских кабачиков узнать о существовании весьма недурной и относительно дешевой водки и вести ее, как говорится, в пользование. На выставке поставщики двора Его Императорского Величества было рассказано немало интересных историй, в том числе о создании винного дома Абрао-Дюрсо. Завод Абрао-Дюрсо ведет историю от даты и указа императора Александра II. 25 ноября 1870 года у озера Абрао-Дюрсо и речки Дюрсо было создано удельное имение Абрао-Дюрсо, которое стало принадлежать царской семье. Подъем производства вина в Абрао-Дюрсо начинается с 1891 года с назначением князя Льва Голицына, управляющему дельным виноделием. Объем производства был небольшим, шампанское поставлялось лишь для царского двора и аристократии. В начале 20 века в Абрао-Дюрсо для развития производства шампанского были приглашены французские эксперты, в частности Виктор Дровини, который успешно работал в Абрао-Дюрсо с 1905 по 1919 годы. После революции не стало двора и статус поставщика был упразднен. Но многие заводы и фабрики продолжали оставаться лидерами в своей отрасли, поддерживать качество выпускаемой продукции. Например, товарищество «Эйнем» стало кондитерской фабрикой «Красный Октябрь». Впоследствии был учрежден уже советский знак качества и многие предприятия, которые ранее имели статус поставщика двора, его получили. Мечта каждого предпринимателя, чтобы его наследие, а наследие – это наши продукты, наши товары, результаты нашей деятельности – пережили нас и остались в памяти наших потребителей, наших сограждан, сообщественников. Концерт, посвященный замечательному исполнителю, руководителю ансамбля «Распевы», заслуженному артисту России Владимиру Левашову, провели в театрально-концертном центре «Славия». Друзья, коллеги, родные – все вспоминали о нем не только добрым словом, но и песней, которой Владимир Левашов посвятил свою такую недолгую, но яркую жизнь. Музыка его души – так называется концерт, посвященный памяти заслуженного артиста России Владимира Левашова. Последний раз он выходил на сцену Щелковского театра в феврале 2016 года. Спустя год его вспоминают веселым, добродушным и жизнерадостным, каким он был и остается, но уже в памяти зрителей. Полный зал, славянские костюмы, народные мотивы. Творчество нашего земляка, заслуженного артиста России, вспоминали экс-солисты ансамбля «Русская песня» Надеждой Бабкиной. С этим коллективом непревзойденный тенор в 90-е годы объездил полмира. Пел про липы вековые, утро туманное, то, что никогда не выйдет из моды, то, что было близко его творческой душе. Люди пришли, дорогие, близкие, видеть эти глаза, милые все, с такого расстояния лет, настолько удивительно. И кажется, что это не просто было вчера, это навсегда. Народный артист Украинской ССР Игорь Артамонов приехал из Севастополя. Познакомился с Владимиром Левашовым в период активных гастролей. Пианист-аранжировщик Вадим Юшин и саксофонист Павел Григорьев, с которыми Владимир Левашов выступал на зарубежных гастролях, сыграли в память о друге Папури. Владимир Левашов любил музыку во всей ее красе, будь то народная или джаз. Володя очень обаятельный человек и музыкально одаренный. И мы тянулись к нему, я тянулся к нему. И вот то, что здесь вот на главной заставке экрана, душа, Володя, душа моя музыка. Так вот, джаз это тоже Владимир Левашов. Визитной карточкой Владимира Левашова стал Щелковский ансамбль народной песни и распевы. Музыкант возразил коллектив в 1998 году. Придал ему современное звучание. Мне посчастливилось проработать с Владимиром Алексеевичем 10 лет. 10 лет счастья, требовательного отношения, но справедливого. Это необыкновенный человек, он большой талант. Все в памяти и в сердце, все, что он говорил, чему он учил, это останется навеки. Нынешний руководитель коллектива, заслуженный артист России Геннадий Шовунов продолжил дело Левашова. Исполнение народной песни в современной аранжировке. Этот человек просто дар божий, дар божий на землю Щелковскую. Это талант, это большой талант. А крылья, крылья для полета этому таланту давала Щелковская земля. Вот где он жил на Свердловке, вот оттуда он это все и черпал. Чему я сейчас учу свой коллектив, этому меня научил Владимир Алексеевич. Два часа на одном дыхании звучали народные песни в классической и современной обработке. Баллады, романсы, шутливые импровизации на народных инструментах. Украсили мероприятия и хороводы этнографического ансамбля «Веретейка» и фольклорного ансамбля «Играница». Женский квартет вам и не снилось. Созданный Левашовым, в Аниске не сегодня украшает своим появлением центральные праздники района. Солистку Наталью Чуйченко он знал с самого детства. Владимир Алексеевич человек может быть на камере одного плана, а в жизни это человек совсем другой. Юморист, безграничный, постоянно какие-то шутки, постоянно какие-то веселые истории, постоянно какие-то рассказы. И я считаю залог успеха каждого коллектива, который он организовал в своей жизни, безусловно, еще и в том, что он вот это в нерабочее время очень интересно организует. Судьба Владимира Левашова очень яркая, но короткая, веселым, жизнерадостным. Он часто говорил, музыка, занятие честное, либо попадешь в ноту, либо нет. Владимир Алексеевича не стало в 2016 году, в возрасте 60 лет. Культ-курьер по традиции спешит с рассказом о событиях культурной жизни района. 18-й раз в Щелковском районе проходит конкурс театрального мастерства «Театральная весна». Великолепный праздник, на который съезжаются творческие коллективы из всех поселений. На этот раз конкурс проходил сразу на двух площадках – в Щелковском театре и в районном культурном комплексе. Итоги фестиваля конкурса «Театральная весна» подвели на следующий день. Награждены были десятки коллективов. Гран-при Щелковской театральной весны 2017 получил народный коллектив «Кураж», действующий при Чкаловском доме культуры. В Щелковской художественной галерее открылась выставка «Словакия глазами художников». Пейзажи Словакии можно увидеть в Щелковской художественной галерее. Сегодня ее посетили и сами представители этой замечательной страны, с которыми, возможно, в будущем у нас завяжутся настоящие побратимские отношения. Кости с удовольствием разглядывали картины, узнавая на них родные места. Я хожу по этим залам, смотрю эти прекрасные художественные произведения, и у меня сердце радуется, потому что я узнаю мне близкие и мне знакомые места. Заслуженный художник России Петр Стронский, не едино что бывавший в Словакии, выставлявший там свои работы, представил картины, в основном пейзажи, на выставке в Щелковской галерее. Это очень живописная страна, но она привлекает еще и своим народом, потому что это то место, где нас принимают совершенно искренне. Очень многие люди, особенно старшего поколения, прекрасно говорят по-русски, и это всегда находит отклик в душах художников. Районный культурный комплекс стал центром притяжения любителей музыки. Свой традиционный отчетный концерт дала Щелковская детская музыкальная школа. Преподаватели и учащиеся подготовили, как всегда, интересную, насыщенную яркими музыкальными номерами программу. Отчетный концерт – это добрая традиция, в нем участвуют все отделения школы, и, конечно, в программе только лучшие номера. Так, со сцены звучали произведения великих русских и зарубежных композиторов, таких как Рахманинов, Шопен, Вивальди и многих других, а также музыка советских лет, народные мотивы и современные кавер-версии. Учащиеся преподаватели музыкальной школы в очередной раз демонстрировали слушателям свои умения, мастерски исполняя сложные музыкальные произведения. В районном культурном комплексе состоялось открытие выставки детской книги. Приглашенные издательства представили юным читателям ряд интересных рассказов, сказок, энциклопедий и других книг на любой вкус. Что читают дети сегодня и читают ли – вот главный вопрос. Судя по количеству людей, которые пришли на выставку, вместе со своими детьми интерес к чтению только растет. Мероприятие это призвано познакомить ребят с книгами поближе, подружить с книгами, потому что немножко убрать из жизни детей наши гаджеты, наши вот эти игралки, стрелялки и все прочее. Хочется, чтобы дети больше читали. По словам организаторов, данное мероприятие, которое, к слову, проходит в нашем районе уже не первый раз, привлекает как юных читателей, так и взрослых любителей книги. Здесь присутствующие могут познакомиться с книжными новинками, поучаствовать в интерактивных конкурсах и получить массу культурного удовольствия. Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Кто автор этих строк, узнаете в продолжении. 27 марта отмечается Всемирный день театра. Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Кто сказал эту знаменитую фразу, спросим у наших жителей. Фраза «Весь мир – театр». В нем женщины, мужчины, все актеры. Кто автор? Дочь сейчас не припомнила. Нет, не помню. Посмотрите. Английский писатель? Наверное. Фамилия как? Не знаю. Я все позорюсь. Это так знакомо. Ну, подскажу, английский писатель. Шекспир? Шекспир, по-моему. Отлично. А произведение, в котором это прозвучалось, это какая-то из его пьес. Как вам это понравится? Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той. Сперва младенец, ревущий громко на руках у мамки, потом плаксивый школьник с книжной сумкой, с лицом румяным, нехотя, улиткой, ползущей в школу, а затем любовник, вздыхающий, как печь, с балладой грустной, в честь брови милой, а затем солдат, чья речь всегда проклятиями полна, обросший бородой, как леопард, ревнивый, к чести забияка в ссоре, готовый славу бренную искать хоть в пушечном жерле. Затем судья с брюшком округлым, где каплун запрятан, со строгим взором, стриженной бородкой, шаблонных правил и сентенций кладезь. Так он играет роль. Шестой же возраст, уже это будет тощие панталоны, в очках, в туфлях, у пояса кошель, в штанах, что с юности берег, широких для ног иссохших. Мужественный голос сменяется опять дискантом детским, пищит, как флейта. А последний акт – конец всей этой странной, сложной пьесы. Второе – детство. Ползобытье, без глаз, без чувств, без вкуса, без всего. История театрального искусства началась еще в глубокой древности. Пусть в те времена царило рабство и не было образования, но люди знали, что такое театр. Вырастая из глубин долгой человеческой истории, своими корнями он уходит в загадки древнейших народных массовых обрядов – игрищ и празднеств. Возникшие на этой основе традиционные первичные действия комического и трагического характера содержали элементы драматического сюжета, включали танцы, диалог, хоровые песни, ряженье, маски. Постепенно происходило отделение действия и обрядово-культовых основ, выделение из толпы хора героев, превращение массового значимого празднества в организуемое зрелище. Все это создавало предпосылки для появления столь любимой всеми литературной драмы. Принужденное расчленение на зрителей и актеров выявило общественно важные функции этого вида искусства. Данный процесс отчетливо выразился в театре Древней Греции, который оказал огромное влияние на активное развитие европейского искусства. В городах-государствах он стал важной главой общественной жизни. Что такое театр в Древней Греции? Представления тогда являлись всенародным большим празднеством. На огромных гигантских амфитеатрах, находящихся под открытым небом, собирались целые десятки тысяч завороженных зрителей. Помимо имеющихся профессиональных актеров, могло разыграться представления и гражданами, непосредственными участниками хора. Тогда все без исключения роли в спектаклях исполняли мальчики и мужчины. Актрисы впервые появились в популярных трупах итальянских бродячих актеров, которые разыгрывали комедии «Цель арте» – небольшие комические пьесы с обязательным участием персонажей масок. Гуманистическая культура периода Ренессанса возрождала традиции античного театрального искусства, объединив их с богатыми традициями народного национального достояния. В пьесах известных драматургов данной эпохи раскрывалась история в острейших политических и социальных конфликтах. Подъем театра связан с активным распространением классицизма, общественная почва которой – укрепление неких абсолюстических режимов в некоторых европейских странах. Задачей актеров стало создание сложного образа героя, который преодолевает в ходе внутренней борьбы и жестоких испытаний собственную раздвоенность между требованиями общества и частным интересом. Танец и музыка оставались необходимыми главными элементами действия. Европейский театр с дневековья практически прекратил существование. Уильям Шекспир и еще несколько драматургов в 15 веке возродили его. Кстати, первое упоминание Шекспири как о писателе мы находим в памфлете драматурга Роберта Грина. Там он отзывается о нем как об опасном конкуренте. Сейчас невозможно представить классический театр без пьес Уильяма Шекспира. Скудость биографических сведений и множество необъяснимых фактов дали повод выдвигать на роль автора произведений Шекспира довольно большое количество людей. До сих пор существует масса гипотез, что пьесы Шекспира принадлежат Перу совершенно другого человека. За два с лишним века существования этих версий на роль автора этих пьес выдвигались самые разные претенденты. От Фрэнсиса Бэкона и Кристофера Марла до пирата Фрэнсиса Дрейка и королевы Елизаветы. Были даже версии, что под именем Шекспира скрывается целый коллектив авторов. На данный момент насчитывается уже 77 кандидатов на авторство. Однако, кем бы он ни был, о многочисленных спорах о личности великого драматурга и поэта точка будет поставлена не скоро. Возможно, что и никогда. Создание гения Ренессанса сегодня по-прежнему вдохновляют режиссеров и актеров всего мира. С днем театра вас, дорогие любители, ценители театрального искусства, режиссеры, драматурги, постановщики и все, кто имеет отношение к миру волшебного театра. На этом все. С вами была Лилия Тимиева. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин